Сегодня мы вручаем дипломы и сертификаты выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров. Таковых у нас в этом учебном году 44 человека, хотя более чем за 15 лет существования программы, реализации программы в Вологодской области, выпущено более 600 специалистов различных отраслей народного хозяйства. Сегодня мы вручаем дипломы и сертификаты, отправляем их в плавание, но надеемся, что те знания, прежде всего практические знания и навыки, которые они получили в ходе обучения, помогут им реализовать те идеи, которые они описывали в своих дипломных работах. А это, прежде всего, предложения, связанные с повышением эффективности работы их предприятий, совершенствование управления их предприятиями, производственными циклами, улучшение финансового состояния предприятий. Представители различных сфер здравоохранения, образования, социальной сферы, предприятий промышленных. У нас представлены сегодня выпускники ряда муниципалитетов Волочи, Повец, Кириллов, Устье, Вашки и так далее, Кичгородок. Поэтому очень обширная территория, много сфер представлено нашей программой. И вот те 600 выпускников программы, которые более чем за 15 лет выпущены в Вологодской области, они, конечно, уже, мы видим, растут не только по корне рестницы, но они действительно достаточно серьезный вклад дают нашей экономике, нашей социальной сфере. Поэтому мы с удовольствием их сегодня поприветствуем и будем ждать нового набора участников президентской программы подготовки управленческих кадров. Любой руководитель, когда он приходит в организацию, он мечтает о том, что он будет заниматься ее развитием. А потом происходит следующее. Его затягивает текучка. Мы вообще все заложники текучки. И самое главное, то, что должен делать руководитель, это генерировать новые идеи, создавать проекты и развивать свою организацию. Оно уходит куда-то на дальний план. Вот такие проекты, как президентская программа, они заставляют руководителя вообще посмотреть на свою организацию по-новому и вообще посмотреть на весь свой процесс по-новому. И с точки зрения его развития, вооружившись новыми знаниями и новыми технологиями, которые дают, конечно, для меня самое важное, что я хотела, я хотела научиться управлять проектами. Потому что в нашей организации, кроме текущей работы, очень много проектов. Разрабатывать проекты, правильно их реализовывать, проходя все этапы, правильно создавать группы по реализации этих проектов. Естественно, все это мы попробовали на практике, по крайней мере я, потому что параллельно с обучением мы создавали очень сложный проект, очень новый для нашей организации. Мы создавали информационное агентство. Вот создание информационного агентства и стало моей выпускной работой. То есть, в принципе, все вот эти этапы, они были пройдены так, как должно было быть пройден любой проект. Не так, что быстренько прибежали, чего-то там на коленке написали. То есть мы все это прорабатывали. Я бы сказала, что, наверное, из всех документов и из всех направлений, которые сейчас реализуют наши предприятия, именно информагентство является самое научно обоснованное и прописанное. Программа вообще представляет большой интерес для тех, кто каким-то образом связан именно с малым бизнесом, именно с началом работы на этом поприще, для руководителей. Поскольку внутри программы мы обучались у специалистов высшей школы экономики, то есть у признанных в стране действительно специалистов, также у нас вели лекции представителей разных действующих компаний, в том числе известных компаний, как X5 Retail Group, других сетей. Они делились опытом, а специалисты уже именно высшей школы экономики шлифовали, так сказать, эти знания с теоретической точки зрения. То есть это и экономика, и бухгалтерия, и все, что необходимо для старта и успешного начала бизнеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!